Добро пожаловать! Добро пожаловать в лес Studio One! Шикарное место и, надеюсь, не слишком опасное. You can turn on English subtitles right here. Of course, if you will. Этот месяц, как и в прошлом году, мы с вами проведем вместе. Замечательная новость. По крайней мере, для меня. Что ж, у нас с вами заготовлен трек проекта Iced Rocket Fuel. И я сейчас с ним немного поработаю. Нужно найти визуальную информацию. И нам в этом поможет эквалайзер Moat ZQ Blue. Послушаем. Субтитры подогнал «Симон»! Шикарно! Сонограмма – это мой самый любимый визуальный инструмент интерпретации аудиосигнал. Давайте сделаем сонограмму немного более очевидной. Посмотрим вот так. О, сейчас я вижу бочку. Вот здесь. Малый барабан здесь. Здесь где-то работают хеты. Вот какие-то шумелки. Неплохо. Но в этом плагине мы можем увеличить разрешение сонограммы. Давайте зайдем сюда. И переключимся на 8000. Вот. Теперь я вижу бочку и малый барабан более отчетливо. Немного безумия. 16000. Я уже слышу, как начал завывать кулер моего процессора. Но, тем не менее, визуальная информация намного более разборчивая. Мы можем прибрать бочку. Можем ее усилить. Круто. Малый барабан. А теперь малого барабана нет. Я бы рад сказать, что это магия, но это наука, а не магия. Красота. Послушаем без обработки. Бочку слышно. Малый барабан слышно. Но. Так намного бодрее. Правда, теперь барабаны нужно сделать немного потише. Посмотрим, что нам может сказать сонограмма на басу. Так, слишком горячо. Я переключусь на 16000. О, теперь намного интереснее. Посмотрите, какие красивые нотки. Вот базовая гармоника, а вот другие гармоники баса. Я могу сделать бас более толстым. И массивным. Усилив базовые частоты. В то же время... Можно прибрать здесь. И бас будет более гулким. Но нам это не нужно. А вот так можно добавить разборчивость. Давайте выключим сонограмму. Ммм, так намного печальнее. Включаем. Красота. Сейчас я включу вокал. Он уже сильно обработан. Есть эквализация, компрессия, сатурация, дисторшн. Пространственная обработка. Сразу включу. 16000. Вот видны шипящие. Вот основные гармоники. А давайте я переключусь на отображение сайд-составляющей. Мы можем попробовать усилить только сайд-составляющую. О, теперь вокал кажется шире. Без обработки. А теперь с обработкой. Еще раз без обработки. И с обработкой. Вокал стал пошире. Послушаем в миксе. А теперь я выключу эквалайзеры. Субтитры сделал DimaTorzok С эквалайзерами звучание получается немного более интересно. На мой взгляд, сонограмма действительно является самым эффективным инструментом визуального отображения аудиосигнала. И, как вы видите, она существенно помогает в эквалайзации самых разных аудиоисточников. А какие инструменты визуализации аудиосигналов используете вы? Нравится ли сонограмма вам? И подходит ли она для вашего рабочего процесса? Делитесь своими мыслями в комментариях. Большое спасибо за внимание. Не забудьте поддержать нас на Patreon и любым другим удобным для вас способом все ссылки в описании. Ставьте лайки, колокольчики, птичек, пчелок и другую живность. Подписывайтесь на YershoffMix в соцсетях и следите за выходом новых видео на нашем канале YouTube. Увидимся завтра! Плывите к звуку! Субтитры сделал DimaTorzok